Атмосфера встречи была задана самими обстоятельствами. В лицей номер два, где проходил творческий вечер, как практически и во всем районе отключили электричество. И вместо запланированных изначально презентаций музыкального сопровождения, участники и гости мероприятия сидели в темноте и лишь фонари видеокамер освещали авансцену. Так даже уютнее получилось. По крайней мере, главного гостя, Алексея Кирилловича Симонова, отсутствие освещения нисколько не смутило. Вместе с выступавшими школьниками, курсантами училища ВДВ и ветеранами читал стихи отца и пел песни, основой которых стали произведения поэта. Светил за тебя, дорогую подругу мою, Эта вера, как пули меня, Темной ночью хранила. Цель моего визита отметить в гимназии, в которой учился отец, его столетия. Сам Алексей Кириллович сегодня ведет активную общественную деятельность, возглавляет фонд защиты гласности, является членом Совета при Президенте Российской Федерации по защите и развитию институтов гражданского общества и правам человека, писатель, кинорежиссер. Бесспорно, Константин Михайлович сделал огромный вклад в будущее сына. Ну, как и всякий папа, он был разным папой, потому что в определенные периоды времени он был далеким папой, потом был близким папой. Он уже перестал быть папой, потому что мне уже стало много лет, и как он подытожил, так получилось. В общем, мы стали скорее друзьями. Это уже было в последние 10 лет моей жизни вместе с ним. Он умер, когда мне стало 40. Так что это, в общем, было довольно давно. Ну, в общем, он был разный, как и всякий папа, в каждой разной жизни. Поэтому, ну, он был, ведь он был Симонов, а я был сын Симонов. Это разные, я бы сказал, такие человеческие характеристики. В этом смысле он с него добивался сам, а мне вроде это подносили, как говорится, прямо вместе с фамилией. Поэтому и воспитание было разное. Ну, ничего, нашли, не поссорились до конца жизни, его жизни, по крайней мере, дружили. А то, что я сегодня представляю его здесь, свидетельство, что и после его смерти мы тоже продолжаем, в общем, друг к другу относиться с огромным уважением. Как говорил сам писатель, Рязань для него значила очень многое. Десять лет детства, три года школы, а позже несколько месяцев в Солочи и кругом нее, рядом с таким чудесным знатоком родной нашей природы, как Константин Георгиевич Паустовский. Симонов знал правду о войне, о людях войны и рассказал о ней и о них в силу своего таланта и понимания. Работая над темами войны, Симонов думал, как уберечь мир от нового военного безумия. И сегодня его слова как никогда являются показательными. Лучше жить в мире, чтобы матери не ждали сыновей, а дети не росли без отцов. Редактор субтитров А.Семкин